Всем привет всем моим друзьям, подписчикам моего канала. Сегодня 17 января 2020 года. Сейчас друзья я хотел бы с вами поговорить о тренерусской пчеле, как ее еще у нас называют местная пчела, аборигенная пчела, назовем ее хоть как, о местной пчеле поговорим. Я пчелами стал лично сам заниматься где-то в конце 80-х. До этого пчел держали мои родители, в детстве я им помогал, ну как помогал, при откачке меда, ну все такое поднести, поднести, унести. Пчела тоже была естественно у нас местная, и в конце 80-х, когда сходил в армии, то другое, меня снова заинтересовали пчелы, и я снова занялся пчелами. Начал заниматься фактически из двух ульев, потом в одном уле оказалась безманочная семья. Ну в принципе пчеловодство у меня пошло в гору. Естественно я стал вешать ловушки, отлавливать местных раев, от местной нашей пчелы, которая у нас здесь находилась в моем регионе. У людей пчел роились, ну я отлавливал раев и привозил себе на пасеку. Рассаживал отдельно по ульям, и у меня образовывались вновь созданные пчелосемьи. Прежде чем работать со пчелами, нужны были какие-то еще и навыки. Здесь рядом, где у меня были пчелы, проживал пчеловод в годах. Он часто приходил ко мне, показывал, рассказывал, как работать правильно с пчелами, но он мне показывал на деле. Мы заходили ко мне в пасеку, открывали улей, смотрели семьи, осматривались. И меня сильно удивляло то, что он никогда не левал сетку, когда он был у меня на пасеке. Я ему предлагаю одеться, ни за что. Он что, не боялся, работал с ними свободно. Ну, бывает, подлетит пчела, он ее просто так сгонит, привязалась к воде, и все. Ну, конечно, кроме практики, я выписывал все журналы, что было связано с пчеловодством. Пчеловодный журнал, выписывали пасеку в России, потом пчеловодный вестник. Ну, еще там какие-то журналы были, тоже все, что можно было про пчел, я выписывал, читал. Где-то у старой пчеловоды мне отдавали журналы пчеловодства за прошлые годы. У меня даже журналы были за 64-69 год. Такие журналы пчеловодства, я их все прочитывал, было очень интересно. То, где, в каких регионах держались своих пчел, как занимались, все это я как бы читал. Естественно, где-то попадалась какая-то любая книга по пчеловодству в магазинах. Я все покупал, все брал, читал, анализировал, плюс практика, и как бы стал заниматься с пчелой. Ну, естественно, пчела была местная. Местная пчела, она какая у нас местная? Как ее называют среднерусская? Все признаки были этой пчелы, в основном она показывала себя со стороны как бы среднерусской. И чтобы сказать, что она была сильно, это суровая, злая порода пчел среднерусских. Да, она серьезная пчела, и я заметил, она, в общем, в разный период сезона она по-разному реагирует. Бывает более такая мирная, ну, более мирная она бывает, когда с весны выставишь из зимовника, посматриваешь пчел, пчелы всегда, как бы, в основном спокойные. Ну, естественно, всегда пользовался дымарем. Чуть что открываешь, сразу дымарем немножко дымнул, пчелы избегают, успокаиваются. Ну, а более такую серьезную агрессию, более, более строже, ну, как говорят, она не злая, она просто строгая. Строгая пчела она была, когда, вот я заметил, когда главный медосмор уже заканчивается, нужно отнимать медовые рамочки из улья. Ну, если хорошая стоит погода, пчелы как бы нормально себя чувствуют, особо озлобливость не проявляет а если либо плохая дедастная погода, то еще и ветер на улице, пчела как бы сильно может возбуждаться, и если еще и прохладно на улице, вся ледная пчела находится в семье, если залезешь в улей, то, конечно, она может дать хорошего жалу. Естественно, я одевался очень даже хорошо, защищался от укусов пчел, сетка, перчатки обязательно. Без перчаток я фактически никуда не работаю, это только очень редко. Ну, по озлобливости я сказал, когда что. Все зависит от времени года и от погоды. Как я с ними работал, какой был у меня метод работы, как я получал мед от этой пчелы, от этих пчел. Пчел, естественно, у меня были все в основном роевые, так как генофон был роевой, я отлавливал раев бродячих, ну и, естественно, пасека была под такой вот селекцией. Пчелы были роевые, у соседей спрашивал, у пчеловодов общался, у них также роились, как и у меня роились пчелы, приходит какое-то время. В моем регионе где-то в среднем самые ранние раи, это на конец мая и на начало июня выходили раи. И потом они у нас роились вплоть до августа месяца фактически. И хоть и говорят, что во время медосбора пчелы не роятся, да, ну фактически они уже, как бы если натянут эти семьи до медосбора, они не роились, но были единичные семьи, которые все-таки вроде и натаскают магазинчик, а потом бах и отроились. Ну, такое тоже бывает с пчелой. Ну, а как я работал с этой местной пчелой? Естественно, приходило время роения, пчелы роились, я отлавливал раи, постоянно находился на пасеке, это приезжал где-то примерно в десять часов и в десятом, в одиннадцатом часу начинали выходить первые раи. Это в роевой период. Далее они выходили в течение дня, это как бы в основном до двух часов дня. Потом, естественно, роение как бы в течение дня уже прекращалось. Ну, еще и бывало, раи выходили более в позднее время. Ну, это редкость, это где-нибудь там в пять-шесть часов под вечер. Ну, это было очень редко. Такие поздние раи, если выйдут в такое время под вечер, они обычно оставались на своих местах и до утра они оставались, как правило, на пасеке. Когда я утром приезжал в девять часов, я обходил все привои, там, где на пасеке немало растет черебухи, где, как правило, часто вишни, где, как правило, часто садятся раи. Обсмотрю, ну, бывает, вдруг, если и увижу, где-то рой сидит, то я его быстренько утром в районню сгребу и в зимовник, в прохладный. Далее, что делать с этими раями? Если были ранние раи, в первоке особенно, хорошие, килограмма на два, на три, я их садил отдельно. У меня получались вновь сформированные семьи. Эти семьи, как правило, мне еще и приносили товарный мед. Ну, а потом идет продолжение раения. Когда идет раение, когда нахожусь на пасеке, я слежу, из которого выйдет, выходит рой и делаю пометку. У меня была тетрадь, в пометке писал номер улья, число, когда она отроилась. И потом, примерно, дня через три или пять, я обязательно подходил к этому улью с дымарем, вскрывал этот улья и удалял все лишние маточники, чтобы эта семья не отроилась повторно. Чтобы она мне не дала рой в тарак. Выламывал маточники, оставлял один более зрелый. И если, бывало, рвешь маточники, там все зрелые уже. Тогда рву выходят матки, оставляя одну молодую матку и убирая лишние маточники. Но это не всегда срабатывало, бывало, и где-то что-то у них еще найдется маточник, и повторно может строиться эта семья. Ну, если уж появляются вот такие раи в тараке у меня на пасеке, естественно, я в то время маток на своей пасеке не выводил, маток не видел. У меня шел такой процесс естественный. Я наблюдал за семьями, которые развиваются хорошо, все прекрасно. А есть такие семья, которые с весны стоят на своем уровне, не развиваются. Открываешь улью, смотришь, расплод пестрый, видимо, старая матка, все. Значит, здесь надо маточку менять. Естественно, на этот уль я ставил второй корпус и через газету объединял, допустим, рой в тарак. Все. Они мирно объединились и, как правило, там остается более молодая матка, это я так считал раньше. Маток не отыскивал. Эти две объединенные семьи я уже не трогал, они уже не родились. Приходит медосбор, они работают и что-то приносят уже в верхний корпус. В итоге я потом уже лишние рамочки и маломедные убирал, а полномедные ставил вниз и формировал гнездо в зиму. И все, что оставалось, я забирал себе, откачивал. Поэтому была вся моя продукция, полученная, допустим, от такой семьи. Вот таким образом я раями в тараками менял маток у тех семей, которые, естественно, не развивались с весны. Ну, также продолжал отлавливать бродячих раев, раев привозил и также объединял этих раев с такими же семьями, которые не развились, допустим, главному медосбору, были более слабые. Но если хотелось мне увеличить объем пчелосемей на пасеке, я смотрел привезенные раи, если были более такие сильные, я их садил отдельно. И как бы чувствовал на своей пасеке, сколько я могу обслуживать семей на своей пасеке. И вел ли я селекцию вообще на пасеке? Да, друзья, я селекцию пытался везти на пасеке, оставлял семьи, часть семей зимовать на воле. От таких, от хорошо перезимовавших семей я уже брал в материал. А прежде чем взять материал, это уже было в то время, я на форуме общался, была уже программка такая специальная по замеру крыла, по определению породности пчел. Я отбирал у семей, которые хорошо перезимовали у меня под снегом, брал крылышки, измерял и смотрел процентность пчел, которые подходят более к среднерусской пчеле по своим параметрам крыла. В дальнейшем от этих семей, с большой процентностью среднерусской пчелы, я уже выводил маток, начал выводить. Но до того, как я дошел до вывода маток, у меня работа на пасеке была только, ну лет двадцать, наверное, я занимался только работой роевого порядка. Выжидал выхода роя, семьи объединял, сильные раи садил отдельно. Вот такая вот была у меня работа на пасеке. И тем не менее, я получал мед от этой местной пчелы, от среднерусской. По зимовке, конечно, среднерусская пчела, как и многие знают, местная вот именно пчела, она довольно лучшая зимой в наших условиях. У нас здесь на Урале более такие длительные зимы и пчелы зимуют более успешно. Но кто-то скажет, что вообще она не может, эта пчела, ей поносится и все. Нет, друзья, бывают года, бывают зимовки более такие не совсем хорошие. Здесь у меня возле пасеки лесная зона. И бывает такое, что пчелы приносили падневый мед, да, от падневого меда никто не застрахован. Ну, было и такое, семьи некоторые оподашивались. Ну, вот так с этой пчелой работать, ну, можно. Ну, естественно, нужно работать так, чтобы не было плохо соседям. Если пасека находится где-то на таком участке, рядом вплотную с соседями, у них маленькие дети, то с этими пчелами лучше не стоять на этом месте. Конечно, будут проблемы с соседями, с такими пчелами лучше выезжать куда-то в лес и там работать с этой пчелой. Ну, вот так, друзья, вот я сейчас сижу, рассказываю о местной пчеле. Конечно, из практики я поработал и с Карпаткой, работаю на данный момент с Карникой, с Бакфастом. И кто смотрит мой YouTube-канал, я показываю всю правду моих пчел на моей пасеке. С каждой пчелой нужно обязательно работать, работать по-своему. Пчелы, породность пчел, они немножко отличаются друг от друга по своему характеру. О том говорить, что одна порода плохая, другая хорошая, об этом, друзья, я думаю, не стоит говорить. Каждый из нас выбирает ту породу, кому удобнее с ней работать. Конечно, из нас есть пчеловоды такие, пчеловоды-любители, есть и пчеловоды-профессионалы. С каждой пчелой они, каждый уже выбирает для себя. Кто-то может находиться на пасеке каждый день, а кто-то раз в неделю, да и то по выходным. А с пчелами надо постоянно работать, уход за пчелами, чтобы, естественно, в дальнейшем получить конечный результат, продукцию от наших пчел. А так, друзья, напишите там внизу в комментарии, спрашивайте. У меня есть опыт работы с этой местной пчелой. На видео я что-то расскажу, но по местной пчеле я вот, ну, что знаю, что на ум сейчас пришло, то и вам рассказал, друзья. А чтоб сказать, это местная пчела среднерусская, она плохая. Нет, друзья, я так не скажу, эта пчела хорошая, просто надо уметь с ней работать. Нужен обязательно особый к ней подход, свой подход к этой пчеле. Ну, что еще сказать, я даже не знаю. А так, друзья, пишите свои комментарии. На этом видео свое буду заканчивать. Кому понравилось мое видео, естественно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok